Привет! Давно мы с тобой не виделись, правда ведь? О, хочешь приукрашивать наш с тобой приветствие? Да конечно же хочешь, потому что тебе уже надоело меня так видеть. Ты меня в прошлом видео видел в таком видео, поэтому сейчас мы немного изменим мой лук. Скажи ведь, так намного лучше. Коль что-то будет новенькое в этом ролике, согласитесь? Мне тоже так кажется. Я её сниму в середине видео, не переживай. Сегодня мы поговорим с вами о портаках продавцов Алиэкспресс, потому что частенько они реально портачат. Причём сами себе, а не кому-то. Хотя возможно и кому-то. Я не знаю в ком веке живёте, потому что большинство людей считают, что заказ в интернете, как моя мама считает, это что-то нереальное. Что если ты закажешь в интернете, это всё, тебе деньги не вернут, если товар придёт косой какой-нибудь. Если тебе он вообще не придёт, ты потратишь много денег. Господи, я себе телефон заказывала, всё нормально, пришло. Хочу в этой маске присоединиться, мне нравится очень. Я как Ариана Гранде. Если вы хотите думать, так думайте. Типа проблем нет, проблемы ваши. Но я вам расскажу о том, что реально происходит в нашем мире и чему стоит радоваться и возможно огорчаться. В этой маске можно не краситься вообще. Первое. Это нет товара или цвета в наличии, который ты заказал. Объясняю. Ты, значит, заказываешь себе такой товар, выбрал себе уже цвет, размер, допустим. С размерами, кстати, у меня такого ещё не было, но, надеюсь, не будет. Потому что, ну, такое тоже бывает, мне это Ксюха рассказывала, что у неё была такая херня. Заказываешь ты себе товар и пишет тебе продавец через часик или два. Дорогая, у нас нет этого цвета. У меня такое с очками было, если я как-то жёлтые очки заказала, он говорит, жёлтого цвета больше нет. Вы можете заказать другой? Я такая, всё, я хочу этот цвет. Или же недавно я заказывала себе куртку. Так вышло, что пришлось мне заказать три чёрного цвета. Там у неё ещё был синий цвет, джинсовка. Продавец такой пишет мне через какое-то время. Ой, извините, этого цвета больше нет в наличии, выберите, пожалуйста, другой. Я говорю, я не хочу синий, я хочу чёрный. Мне не нравятся синие джинсовки, мне надели уже. Я вам уже наделал маски. О, пятно, а тональник. Я хочу чёрный. Я выбрала чёрный, почему должна выбрать другой цвет? Если ты закупаешь мало товаров, и это твои проблемы, потому что у него было вообще ноль заказ, у него одна куртка там была, и кто-то уже до меня её купил. Я такая, окей, ладно. Она стоила 3200, и как бы норм, потому что этих курток было всего 4 у разных продавцов, и я решила взять подешевле. Ну, типа, там была за 4000 и за 5000. А потом в итоге я нашла другой продукт, а у этого я отменила. Она написала, спросила, у вас есть в наличии чёрная куртка? Он такой пишет, да, у меня их много. Забись, покупаем. Заказала у него, она стоила у него на 100 рублей дороже. Так, прервёмся на небольшую рекламную паузу. Хочу порекомендовать вам канал Надин. Надин? Что же Надин делает? А я вам расскажу, что она делает. Надин вам расскажет и покажет свои поездки во Францию и Японию. Также на её канале много офигительных историй о том, как её обманывают на Авито. Также у неё есть образование визажиста, хотя Мэйки она делает себе крайне редко, поэтому любит угорать режиссёвом своём лице и всяких животных. Так что может тоже зайти и угорнуть над ней. Ещё Надин в скором времени планирует организовать выставку своих картин, так что я думаю, самое время их заценить. Ссылочка на её канал будет в описании. А мы продолжаем. И пишут мне через 2 часа. Ой, извините, до вас уже кто-то заказал чёрную куртку. Возьми, пожалуйста, синюю. Чего, блядь? Какой она говорит синюю? Я хочу чёрную. Почему я должна заказывать синюю, если я хочу чёрную? Пришлось опять мне заказ. Минус 6 косарей. И я до сих пор, уже прошло полторы недели, и я жду эти 6 косарей. Вообще, типа, сука, Алиэкспресс. Возвращай деньги быстрее. Когда спор открывает, что деньги быстрее возвращаются. За несколько часов, что ли. Потом. Я заказала у другого продавца в итоге уже за 4 тысячи, потому что мне надоела эта херня. У него было всё в порядке. И у него доставка быстрее. Всё, 25 дней. Следующее. Недавно я заказывала себе кофту. Продавец опять же написал, что у него больше нет этой кофты в наличии. То есть осталась только синяя. Я такая... Класс! Отменил заказ. Заказала у другого. Мне она пришла благополучно. Смотрю, через недельку мне приходит извещение, что пришёл товар на 400 грамм. Я думаю, что мне могло прийти? Я вроде пока что такое большое ничего не заказывала. Может быть на обзор. Что-то ладно, забрала. Прихожу домой, открою посылку. А там опять эта кофта. И я не знаю, кто мне её отправил. Или этот же продавец по случайности. Или же тот самый. Частенько такое бывает, что продавцы могут перепутать адрес и отправить на другой адрес твой товар. Такое бывает. Если вам товар не пришёл с Алика, то сразу думайте о том, что он мог прийти к другому человеку. Такое вполне бывает. Потому что они могли что-то там перепутать. И это не значит, что у тебя его спёрли на почте. Хотя такой вариант тоже не исключён. Частенько бывают такие случаи, когда ты связываешь товар, и тебе продавец на протяжении всего того времени, пока тебе идёт товар, он тебе отправляет всякую рекламу своего магазина. Ты любишь классные шмотки? Тогда тебе сюда. Я вижу по тебе, что ты, ты хочешь такую кофту. Заказывай. Вот прямо здесь. Прямо по этой ссылочке. Закажи. И не пожалеешь. Вообще это бесит дико. Недавно мне опять там продавец отправил 500 тысяч ссылок, и я такая смотрю... Они даже не нажимаются, их нужно копировать и вставлять. Я такая, отстань. Отстань, дорогой. А, я же не сказала, что случилось с этой кофтой. И в общем, я эту кофту продала и заработала полтора косаря. Зыбись, жмём. Шикарно, просто шикую. Так что такое тоже бывает. И, кстати, мне как-то раз приходила кофта в полосочку тоже, типа от сети Унив. Она очень долго не отслеживалась. Она была просто в Китае месяц. Говорит, типа, подождите, пожалуйста, она вам скоро придёт? Она не двигается. Я такая, в смысле, она не придёт уже? Я открыла спор, мне вернули деньги. Она стоила где-то, ну, 1100. Мне вернули деньги, и она через пару дней начала отслеживаться. Бесплатная кофта. У меня таких вещей просто уйма. Серьёзно. Так что Алиэкспресс это топ. Было недавно такой случай, что я заказала товар, который мне очень был нужен. Я ждала, 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 когда мне его отправят. Процесс просто его не отправил, а закончилось время. Это тоже бесит дико. Просто пиздец как бесит. Если вы собираетесь что-то заказать на Алике, да, в этом уйма плюсов, потому что вам может прийти бесплатный товар. Также он может не прийти, потому что его украли на почте, или же он ушёл в какой-то другой адрес. Я, кстати, на Алике уже очень давно заказывала, и я уже задолбалась на почту тут уходить, потому что постоянно эти извещения приходят вот по такой стопке, их нужно все заполнить, отдать. Вот не могут придумать, типа, если человеку много чего-то приходит, делать ему какой-то ящик, чтобы ему туда всё приходило. Или же просто расписаться, зачем вам эти данные паспорта вообще, потому что в других почтовых, типа там с ДЭК, там просто приходишь, расписываешь, и всё, посылка твоя. Очень тупая система Почты России. Если ты согласен, ставь лайк. Ещё эти очереди, господи, нигде нет таких очередей, как в Почте России, просто что? Ещё всё время все такие злые. В общем, на этом было всё. Если тебе понравился этот ролик, то ставь пальчик вверх, подписывайся на канал. А я всех люблю и целую. Пока! Пока!